Всем привет, друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Вперёд на Зомби Войну. И сегодняшняя серия у нас посвящается трём новым персонажам, которых ввели в игру. Давайте приступим, посмотрим, кто это такие. Ммм, так, вот они. И первые у нас это агенты. Останки ФДЗ отдают приоритет защите Соединённых Штатов от очередной атаки зомби. Понятно. И смотрим, что же они умеют. В начале боя юнит сразу доступен для выхода. То есть у него, я так понимаю, нет энергии, да? Далее. Стоячие зомби не идут на выстрелы. Ясно. Два юнита выходят одновременно. То есть два полицейских у нас будет. Это был первый герой. Ребят, кстати, он идёт за донат. Если я не ошибаюсь, 450 рублей стоит. Но не знаю, тут вопрос спорный. Нужен нам этот юнит? Не нужен. Мы его протестим, посмотрим. Второй персонаж у нас вот. Это Куин. Я так понимаю, это Харли Куин, потому что у него в руке бита. И смотрим. Бесстрашность и внушение страха другим юнитам. Ну, вы понимаете, да? На кого она похожа? Она вызывается также за ярость. То есть, получается, что она тот же самый класс, что Берсерк и с бензопилой, чувачок. И прямое управление юнитом. Ясно. Взрывы вызывают улыбку на её лице. И последний персонаж. Это у нас Кэрол. Стоит она 7500 голды. Если я не ошибаюсь. И смотрим, ребят. Что она умеет? Молниеносная атака. Хорошо тренированный боец с копьём и отличной ловкостью. Ну, что же. Я, в принципе, мог бы, наверное, ребята, прокачать их капельку. Но у нас в данный момент есть другие герои. Вы мне писали прокачать... Да-да, именно Рейнджера. И я хочу это сделать. Тут осталось тем более немножко. Ну, насчёт плюс 3 все статы я не обещаю. Но постараемся. Постараемся к этому подойти в ближайшее время. Так, ну что ж. Давайте посмотрим, сколько у него ещё надо менять статов. Ой-ой-ой, ребят. Ну, очень много. Но, в принципе, я не скажу, что он у меня плохо так раскачан. Есть, конечно, где плюс 2, плюс 2, плюс 2. Но этого мало. Так что, в принципе, сгодится и так. Кого следующего будем раскачивать? Пишите мне, ребята, в комментариях. Мне очень приятно читать. И, как бы говорится, цель для себя определённую ставить. Что у нас за задание? Так, выиграйте 24 любые миссии. Но это сделаем мы обязательно позже. Ну, а теперь давайте, наверное, посмотрим, потестим наших новых героев. Возьмём с вами уровень полегче, самый начальный. И посмотрим. Так, ну что, для начала будем вызывать ФБРовцев, да? Значит, нам нужно накопить только 20 ман, ребят. И они сразу нам доступны. Вызываем, смотрим. Как нам сказали, стоячие зомби на выстрелы не идут. Сейчас мы проверим. Да, и я теперь понимаю, почему это происходит. Ребята, у них огнестрел с глушаком. То есть, зомби не слышат выстрелов. И мы вот так вот хорошо с ними разбираемся. То есть, если их прокачать, то это, я думаю, будет убер-команда. Но, повторю, ребят, они за деньги. Их просто так в игре не заработать. Только покупать. Ну что ж, давайте посмотрим следующего персонажа. Это Куин. Оу, так она еще и гранату может бросать. Как гренадир. Хорошо, давай бросим. Ёлки-по. Да ладно, она что? Вы смотрите, она может бросать гранату за гранатой. У нее нет отката. Так это же вообще великолепно. И третий персонаж, это Кэрол. Давайте посмотрим, что может она. Она с копьем у нас. Оу. Слушайте, ну это тоже неплохо. Меня, в принципе, все очень устраивает. Довольно хорошие бойцы. Надо будет только подкачать их. И уже дальше смотреть, на что они способны. А Кэрол, интересно, может у нас пробивать... Тихо, тихо. Ты куда, родная? Побежала-то. Пробивать, например, преграду. Или же нет? По идее, это как бы рукопашник. Она должна бомбить. Сейчас проверим. Ну-ка. Да, дорогие мои. Она пробивает баррикаду. Так что... Альтернатива у нас есть. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как она будет себя чувствовать в прокачанном виде. А вы, ребята, пишите мне в комментариях, кого будем в первую очередь. Кэрол? Куин? Или агентов раскачивать? Ну что же, а теперь давайте-ка отправимся, наверное, с вами на лигу. И посмотрим, что у нас там происходит. На каком я месте-то, ёлки-палки? На восьмом аж. Ничего себе. Нам, естественно, нужно добраться до первого места. И приступим. Так, посмотрим на команду. Немножко надо поменять. Сделаем вот так. Я думаю, это будет идеальненько, да? Всё, сохраняем и проверяем. В бой. Там уже будем с вами корректировать. Тихонько. Воу. Слушай, жёстко. Так, погоди-ка. Снайпер, не подведи меня, родная моя. Да чтоб тебя, ну как ты? Как так? Я не понимаю. Ну, бросаем. Ну что же. Оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо. Не надо расстрел тут делать. Сноси, снайпер. Минус один. И минус два. Ну, здесь победа за нами. Отлично. Двигаемся сразу дальше. Ага, этого. Оу, не снесли. Хотя, легкий солдат снес. Щитоносца. Да, тут вообще как-то он легко всё разрулил. Без сучка и задоринки. Двигаемся далее. Так, пожарник. Пожарник минус. И снайпершу, естественно, тоже мы убиваем. Отлично. Пока у нас три победы. Но это только начало, ребят. Едем дальше. Так, огнемётчик. Это плохо. Это очень плохо. Потому что, да, здесь мы проиграли. Нам никак не прострелить огнемётчика. И к тому же снайперша нас просто-напросто убрала. Да куда ж ты бросил гранату-то, дурачок ты этакий? Блин, я поражаюсь с этого гренадира. Ну, конечно, снайперш сейчас снесёт мою. Ой, нет. Надо было, знаете... Вы, кстати, заметьте. Что в большинстве позиций сейчас все танки и все юниты стоят на задней линии. Это редко, когда выставляются. Сейчас они вперёд. Поэтому надо гренадира тогда выставлять на первую линию. И тогда всё будет хорошо у нас. Так, а вот это вот плохо. Это очень плохо. Давно я, кстати, в отрядах не видел Соньку. Куда ты пошёл? Иди, говорю, бомби этого парашютиста. Вот, отлично. Но мы-то всё равно выиграли, главное. Двигаемся дальше. Хорошо, ладно, предположим. Да ладно, это... Подожди. А, ну 14 уровня. Подожди, а как у него так интересно? Гренадир всех моих положил. Пять побед всего. Но это никуда не годится. Вы извините меня. Мы будем сейчас с вами делать разбор полётов. Что-то здесь неладно. Давайте начнём. Сколько у нас? Раз, два, три. Так, четыре проигрыша. Поехали. Во-первых, зайдём в колоду и немножечко её подкорректируем. Мне не нравится здесь наш гренадир. И я хочу, знаете, что сделать? Наверное, его убрать и поставить сюда вот огнемётчика. Огнемётчика. Я думаю, что вот так вот будет в самый раз. Проверим. Проверим мою теорию. Начинаем с самого первого. Поехали. Так, ну сейчас будем тут сжечь. Оу, плохо. Плохо дело. Мы сожгли, конечно, всё. Но мы не пробьём Кэпа. Да, за это и поплатились. Слушай, ну что ж тогда нам делать? Здесь нет у него никаких огнемётчиков, да? Поэтому мы сейчас сделаем немножко по-другому. Убираем. Так. И выставим. Сейчас, секундочку. Слушай, а давай попробуем с Кэпом. Да нет, мы даже можем вот так попробовать. Прокатит? Нет, как думаете? Медик у меня более-менее прокачанный. Ну ты будешь аптечку-то бросать? О, бросила. Так, ну здесь у них нет шансов. Они прострелить нас не смогут. А мы сейчас их казним. Смотри, как это будет выглядеть. Упс. Упс. И всё. Отлично. Медик здесь сработал просто великолепно. Ну что же, одну победу мы отыграли. Давайте следующую. И это у нас... Перепе... Перепечатников? Ага. Видимо, наш чувачок. Ладно, перепечатников. Давай глянем. Вот здесь как раз бы хорошо зашёл Гренадир. Кстати, смотрите, уровень-то 16. Ну-ка посмотрим. Ёлки-палки. А тут смотреть нечего. Тут расколбас полнейший. Ага. Ладно. Я надеюсь, вы поняли, да, что я сейчас собираюсь сделать. На первую линию я выставляю сразу Гренадира. Так, перепечатников у нас стал первым. Но это временно, ребят. Это всё временно. Несмотря на то, что он 16 уровня, мы его сейчас разнесём в хлам. И это делается вот так. Ставим Гренадиры сюда. Слушайте, здесь, я думаю, даже снайпер нам не нужен. Так. Поехали. Посмотрим. Сейчас бросаем гранату прям туда в кучу. Ну и дальше будут разборки. Смотри. Оу. А гранатка-то, ребят, не долетела. Знаете почему? Потому что они немножко сместились. Они сместились вверх. А он у меня гранату бросил. Ладно, хорошо. Поменяем тогда местами. Ну а как? По-другому никак, ребят. Вот приходится вот так вот юлить. Всё время что-то придумывать, изобретать. Вот сюда мы ставим Гренадира. Его даже, наверное, вот на эту позицию надо ставить. Где лёгкий солдат. Не уверен, конечно, но... И вот так вот сделаем. Сейчас должно, по идее, всё зайти. Хорошо и отлично. Если нет, будем опять думать, как нам поставить своих солдатиков. Поехали. Глянем. Ну. Отлично. Одной гранаты, ребят, буквально хватило. Они все в кучу встали. Ну и, грубо говоря, взорвались. Вот тебе и перепечатников. Он теперь отдыхает у нас. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Экзекутор у нас. Вот кто. А потом ещё и калибр есть. Ну что ж, давай глянем на экзекутора. Я не буду пока ничего менять состав. Пускай таким остаётся. Заценим. Так, здесь немножко плоховато. Плоховато. Хотя... Ай, сейчас всех зажарит. Да-да-да. Здесь наша команда не прокатывает. Сейчас убьёт мою снайпершу. Хорошо, я понял. Значит, огнемётчик стоит на нижней позиции. Поэтому нам придётся гренадира ставить вот сюда. Я бы даже сказал, вот сюда куда-то. По идее, вот так должен быть. Лёгкий солдат. Ну, в принципе, уберём снайпершу и поставим сюда... Не поставим мы сюда, знаете кого с вами? Вот так вот сделаем. М? Что скажете? Давайте глянем, как это у нас будет смотреться. Красиво должно быть эпично, по идее-то. А ну-ка. Не совсем эпично, не совсем красиво, потому что... Потому что чё-то не то. А в чём моя ошибка? Я не понял. Гренадир вроде бы стоит на месте. Он должен был гранату бросить. Я немножко просмотрел это дело. Хорошо. Давай-ка сделаем тогда так. Вот сюда выставим гренадира. Ах. Он бросает гранату. У них же тоже там гренадир есть. Всё. Я понял. Тогда нам нужно сделать вот так. На первый план всех выставим и посмотрим сейчас. Ну-ка. Так. Нормуль. Пока хорошо. Ну. Да, ребят. Оу. Нет. Нет. Ну как же так? Как же так? Слушай, переигрываем опять же. Слушайте, рейнджер начал хорошо, в принципе, задавать люлей. Но он взорвался от гренадира. Он упал. И это всё. А здесь вообще изи. Просто граната попала куда нужно. И остальных мы просто в ближнем бою раскидали. Ну что же. Тем лучше для нас. А жалко, конечно, что сегодня у нас никаких ивентов нет. Мы бы обязательно сегодня поиграли ещё и в ивенты. Но у нас ещё Калибр 282. Он ждёт нас в гости. И просит, чтобы его по-быстренькому разобрали. Ага. А вот здесь плохо у нас. Знаете почему? Сейчас, я боюсь, мы можем все взорваться на гранате от гренадира. Ну-ка. Ёлки-палки. Ха-ха. Мой механик ушёл. Он в этом хаосе стоит. У него глаза просто на лоб вылезли. Всё в огне. Куча трупов. Не понял. Перепечатников? Ты, может, хорош уже, а? Смотри-ка, он в игре. Он не сдаётся. Давай посмотрим. Так, я забыл, какой у него состав, ребят, уже. Ммм. Ага. Ты смотри, что он сделал. Он себе поставил автоматчика. Ха-ха. Ладно, давай глянем. Бамс. Бумс. Ну, вы понимаете, да? Что не спасло его ничего, что он там автоматчика этого поставил. Мы как валили. Валим и будем валить всех, кто посягнёт на первое место. Да, я подтвердил статус топа. Так, ну что, ребята, у нас, по-моему, всё. Больше ничего нету. Нам сделать нечего. Единственное, что у меня очень много горючки. Я, наверное, сегодня пофармлю маленечко голды. Вы знаете прекрасно, как это делается и на каком это уровне делается. Если кто не знает, я вам повторю. Делается это не на пятом, не на пятом. Это делается, по-моему, на четвёртом. На четвёртом уровне. 53-я миссия. Вот здесь вот. Фармите. Но фармите это с помощью Аустина. Только он может вам дать хорошую прибавку в голде. Если, конечно, у вас он есть. Так, ну что же, будем раскачивать. Вы, главное, пишите, ребят, кого. Агентов, Куин или Карл. Всех сразу у меня не получится. Вы знаете, что это довольно сложно, тяжело. Как финансово, так и в плане того, что нужно очень много ингредиентов для этого. Ну и, пожалуй, всё, да? На этом. Будем, наверное, закругляться с вами. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok